Привет, с вами Мира Майнд и расскажу вам об итогах прошедшей недели. Если вы смотрите этот выпуск в воскресенье, то для большей оперативности можете подписаться на наш YouTube-канал. Там он появляется уже вечером в пятницу. В субботу днем сгорел дом возле детской поликлиники. Говорят, что он поставал уже давно. Хозяева просят за участок хорошую сумму. Существуют версии с балующимися детьми и с освобождением места под коттеджем. Мне эта последняя версия напомнила нижегородские истории со сгоревшими домами в начале нулевых и даже позже, в 2010-х. Если помните, там застройщики пытались выселить людей из старых деревянных исторических домов за компенсации и квартиры. Многие отказывались, и тогда их дома внезапно сгорали по причине неисправной проводки или несчастного случая. Иногда, увы, вместе с жильцами. Но наш случай все же не настолько трагичен, да и район этот крупным застройщикам вроде бы не очень интересен. Так что будем надеяться на версию с детьми, и тем более ее подтверждают соседи. В Пионера за неделю приняли более 400 третиклассников. Торжественные церемонии прошли в сквере имени 40-летия Победы, на Мира, у Вечного Огня и у Аллеи Памяти на улице Юности. К пионерам и народу отношения неоднозначные. То пережитком советского прошлого назовут, то еще как. Лично мне кажется, что членство в детской организации, как бы она ни называлась, и вне зависимости от идеологической основы, очень круто социализирует детей, учит их работать сообща. А еще в кружках можно активно и творчески самореализовываться, обучаться всяким крутым штукам, которые и на выбор будущей профессии также могут повлиять. Я вот в свое время занималась историей детского движения, играла на барабане и ходила в кружок журналистики. Ну, как видите, что-то да пригодилось. Ну и, конечно, празднование Дня Победы мы не могли обойти стороной в этом выпуске. Патетические речи на параде, красивые икони, старинная техника, производящие изрядные впечатления низколетящий самолет с листовками, всякие интересные штуки в парке, салюты и вот это вот все. За чего я вам рассказываю, вы все это уже в наших оперативно сделанных роликах видели. Больше всего меня порадовало то, что я не от кого за весь день, а я была везде, где хоть что-то происходило, не услышала фразу «можем повторить». Может, это мне так повезло. Но хочется все-таки надеяться, что до саровчан наконец дошло, что война — это то, что повторять не надо ни при каких обстоятельствах. Так же, как привносить в патриотический праздник ксенофобию и ненависть другим народам. Лично мне очень не нравится романтизация войны, все же на первом плане должна стоять память о жертвах и героях наших прабабушках и прадедушках. Поэтому столько негатива в этот день вызывают пьяные дебоши в общественных местах. Это, мягко говоря, некрасиво по отношению и к ветеранам, и к тем, кто хотя бы поверхностно знает о том, какой ценой нам досталась эта победа. В Сарове похоронили военнослужащего Александра Кондракова, пропавшего без вести в декабре 1941 года. Уроженец села Матезлей Вознесенского района ранее считался пропавшим без вести. Внук пропавшего солдата, проживающего в Сарове, осенью прошлого года получил сообщение, что поисковой отряд обнаружил останки его деда в местах боев под городом Тихвин. А Владимир сразу же выехал туда, чтобы побывать на месте гибели своего деда. Перенос останков отложили до весны, и 6 мая Александр Кондраков был с воинскими почестями захоронен на Саровском кладбище рядом с семьей. Очень вдохновляющий случай для всех, кто считает, что искать и перезахоранивать бойцов нет смысла, и спустя какое-то время уже можно опускать руки. Родственникам это нужно для того, чтобы узнать историю борьбы и гибели своих предков, и одна семья в результате работы поисковиков такую историю обрела. Разумеется, всех погибших опознать не получится, но те, кто занимается поиском и опознанием тел, по сути, восстанавливают историю страны. Это очень важный труд для всех, а не только для семей погибших и пропавших. Это все, что мне показалось интересным на этой неделе. Смотрите телевидение Сарова в эфире телеканала «Волга» на 21-й кнопке пакета ТКС. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и дизлайки, и помните, вы сами на это подписались. Выпуск записан при поддержке группы компаний «2Аякса». Вся реклама в Сарове. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...